В одном зале пять первых классов, всем ученикам которых сегодня официально присвоят звание пешеходов. Процессом руководит Мальвина, девочка умная и прилежная. Ей совместно с инспектором ГИБДД предстоит напомнить и Буратино, и первоклассникам основное правило дорожного движения. Тебе придется остаться с нами на веселом уроке. Ну хорошо, я готов, учи меня. И вот тут началось самое интересное. Задания, ответы. Если случается, ученики допускают ошибки, но в основном справляются, ведь правилом дорожного движения и хочут с малых лет. За каждым образовательным учреждением города Слободского включает и школьное образовательное учреждение закрытым. Один из студентов ГИБДД, которые в течение года проводят беседы с детьми, присутствуют на родительских собраниях и обучают детей навыкам поведения на улицах, дорогах. Статистика у нас хорошая, потому что снижение детского дорожного транспорта от романтизма прослеживается на протяжении уже нескольких лет. И, конечно, дети более культурно ведут себя на дороге, если обучать их постоянно правилам дорожного движения. Нужно через дорогу переходить на пешеходном переходе. А если его нет? Нужно посмотреть и направо, и налево. Кто тебя учил правилам дорожного движения? Учительница. Она рассказывает про светофор, про пешеходы и про машины. Попадаю в школу, там трупа есть, и я по ней вот иду. И не через дорогу, а по тропе той. Ну, ты знаешь, как себя нужно висеть? Угу. Надо посмотреть по сторонам, чтобы приходить в дорогу. Знать, учить и соблюдать правила дорожного движения обещали на этом посвящении в пешеходы самые юные школьники. А взрослые намерены им в этом помогать. Безопасность – это общее дело. Итак.